Проблемка, допустим, я знаю, что у меня, допустим, какие-то могут быть проблемы с голосом. Сказай себе, что в ближайшие 20 минут мой голос будет журчать просто. Ну просто ты представляешь идеальную картинку свою, я и ещё. Хасай для тебя кумир или безотки нет? Нет, нет, не струя кумира. Не струя кумира, это давно известно. Нет, почему кумир, как бы, он меня развивает, это действительно так, но не могу сказать, что он мой кумир. А какие ты слабости заметила у него? Ну, под корридом. Хорошо. Что ты хотела спросить? Да я сейчас уже размышлялся, секунду. Ты ему ещё что-то доверил, ну, в принципе, нет границ в том, что ты ему могла бы довериться. Есть. Есть граница? Есть граница. Конечно, в конечном итоге всё равно есть. У нас дела? А мне очень приятно. Я просто наслаждаюсь состоянием полёта, лёгкости. Очень приятно. Мне однажды один человек сказал, что это ощущение желанно. Что людям, наверное, очень не хватает, часто не хватает на нашей земле вот этого чувства высоты. Чувства некоторой отрешённости от земли. Потому что с высоты этой гармонии легче понимать, что и как нам надо делать, как нам нужно лучше жить. Да, 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 да. Продолжаем, продолжаем. Вот видите? Вот именно так. Вот именно вот эти движения. Повторите, пожалуйста, Альбина Александровна. Вот эти движения. Вот там, где проблема с поясницей, наступают вот эти движения, да? У каждого по-своему. Где какие проблемы, там и идёт работа. Альбина Александровна. и вот теперь мне очень важно пригласить вас сюда вот все этим заняты а вы стоите смотрите на себя какая у нас проблема проблем нет вы не пробуете это упражнение я просто хочу побалдеть вам удается просто стоять отдыхать правильно кому как удобнее то так и делать а попробуем вот это чувство полета представим что руки легкие как как нам снилось детстве а теперь то что природа дарила нам спонтанно то что приходило только в детстве теперь в нашей настоящей жизни вы можете также чувствовать это высокое ощущение это и называется прийти к себе к своей глубине к своему естеству вот интересное дыхание там открывается такое свободное роскошное дыхание посмотрите как там дела как там дышится отлично свободное дыхание кто-то там медитирует пытается наладить эту про на яму это дыхание с помощью каких-то особых упражнений держать спину ровно дышать там как-то а здесь просто оказывается дыхание становится естественно когда мы правильно понимали не надо скажите пожалуйста вот что это такое за ощущение мне кажется я просто себя приобрела я знаю теперь свои желания свое тело но не то что знаю но немножко приближен приближена уже к этому были сами от себя отчуждены мы не могли слушать ни себя ни очень-очень интересный при этом аналитический он всегда в равновесии вот когда рахман пришел задумчиво рахман меня поругал а что там у меня левый окол пустой что там так болтается вот ахажевразбот он мне сказал да не прощайте внимания ты безвы как ты считаешь нужным и все у тебя получилось вот через такое дружеское такое плащание люди со всех сторон он очень быстро дело развивалось а Матус мне помог экспозицию сделать сделать и дал мне стареть и у меня тогда пошло больше времени ну фасаи стоит позволить тогда разрушить так что значит для людей я занимаюсь галереями делами я сам стараюсь художником то есть галереями на улице детства для нас скажите для тех кто не стал фасаи со стороны как-то с изобразительной стороны но вот эта выставка вы знаете просто еще раз меня удивляет ну с одной стороны удивляет с другой стороны не удивляет почему потому что говорят писать надо только тогда когда ты не можешь не писать имеется ввиду будь то проза будь то поэзия будь то живопись ну вот здесь вот как раз видно что хасаи не то что есть что сказать не то что ему не пишется ему даже очень пишется и очень много пишется и вот это его потенциал творческий потенциал он буквально выпирает и притом он растет и единственное у меня вот так сказать я бы задумался а если я задумал сделать еще одну выставку хасаи мне придется через несколько лет очень трудно добираться для экономичности я так я в этом даже не сомневаюсь я очень рад что ты населся дорогой хасаи я тебя поздравляю с успехом у хорошего человека не могут быть плохие работы в этом я убежден ваше время когда в общем то искусство уничтожается и культура уничтожается так же как и все остальные институты государства и вот такие отдельные выставки это в общем то бриллианты как бы мы не ругали прошедшее после переворота вернее время до переворота десятилетних давностей все это заинтересовало это с одной стороны с другой стороны то чем руководствуется это очень здорово и вот я не знаю присутствует ли какие-нибудь метод саморегуляции ключ да да я не знаю присутствует ли здесь кто-нибудь издачное паркетное выражение вот а надо быть что вы действительно хотите понимать что это здравоохранение присутствует в лице главных специалистов ну это прекрасно Александр Иванович председателем ассоциации врачей ну вот вы не обвиняете это я не это действительно очень важно потому развивать тогда и тогда и Хасан Мегович помню что мы еще не были знакомы а я заочно вместе с комитетом здравоохранения полностью поддержал метод благодаря этому вам официально существует и он официально дальше развиваться конечно Хасан Мегович личность не один нравится не только творчество художественного как многие рассматривают сегодня творчество в рамках самовыражения это не совсем самовыражение это не только конечно его деятельность на ниве писательства может так мы решили подкомнились его работами как писатель это не только его метод психологическое психотерапевтическое помощь это яркая личность и надо это ум это личность это человек и чем я где-то в хорошем смысле слова завидую Хасан Мегович во-первых в депрессию не попадет как говорят сегодня многие психиатры депрессия наступает по всему миру его поиск это не совсем правда это не совсем правда будем прямо говорить которая делала тянет на себя и все допрессии депрессии вот да Но в данном случае мы имеем дело с явлением, мы имеем дело с человеком, которое явление, которое не попадет в состояние депрессии. Обильный круг друзей в разных плоскостях. Обильные возможности личностного характера, и не только самовыражения, но и как личности. Это внутренне богатая личность. Я с вас настолько рад, если честно. Я просто не мог не приятно. Представить, кто чьи, кто не чьи. Какая разница? И населению нужно. Его методы работают в разных регионах. Его методы работают на Северном Кавказе. Его методы работают в field участности. И методы самые являются не только иначе. По-честно. Оно может и шире. Его методы работают в регионах, где были взрывы экстремальных ситуаций. Его методы работают, насколько я знаю по своих каналам, по специалистам,ட краю запаляется. Его методы работают в Сибири. Но это и есть то, что... Значит, метод живёт, значит, он уже население, значит, есть механизмы. Всем не согласны? Вы же соглашаетесь. Просто надо, чтобы они... Они тоже помогли. Поддерживали, поддерживали. Это говорит о том, что Хасан Мегамедович на правильном жизненном пути. Будем так, на правильном жизненном пути. Это говорит о том, что наша земля настолько богата, что мы имеем таких людей. Мы просто должны вместе рады. Спасибо. Вот с такой поддержкой. Зная наших, как говорят. Илья Павлович, недавно, извиняюсь, выпустили брошюру, рекомендацию для пускных заждах против террора. С управлением ФСБ по Москве и Московской области против терроризма. Это должен знать каждый. Вот они выпустили, это очень важно. Мы многое с чего-то другого. Там есть наша часть тоже. Том Светий, да. Так вот, а я об этом прошу и точно скажу. Я просто хочу сказать, что вот по этим работам очень видно, какой человек. То есть они действительно очень показывают, вот как бы... Они очень открытые. То есть бывает, когда творчество несколько вуалирует своего создателя. Человек одевает некую маску, играет роль. Это тоже почетно, это все замечательно. Здесь, наоборот, здесь душа на разборке. Здесь совершенно четко, ясно видно вот эту доброта, яркость, обилие света. Это очень сквозно все касаемо. А познакомились с касаемо мы тогда, когда работали, вот такую сделанную брошюрку, памятную, аж два года назад, по-моему, в январе 99-го года. Терроризм, это должен знать каждый. Там, ну, какие-то элементарные ликбе с людям, что можно делать, чего нельзя. И там есть раздел, вот ты уже попал в ужасную ситуацию, с тобой уже случилось несчастье. Как восстановить свою внутреннюю психику, свое я, как себя лечить психологически. И вот эти рекомендации сделал доктор Хасай Али. Кстати сказать, вчера телевидение снимали, по-моему, вот этот сюжет в воде прошури, вспоминали тебя и в добром слове. Спасибо. Вот. Так что вот, я очень рад, что я попал на этот выступ, и я тебя поздравляю. Спасибо. Я вообще-то, я вообще-то, хоть так улыбаюсь, вроде как свободный, как говорил Виктор, на самом деле, очень не свободный, а застенчивый. И поэтому я-то на самом деле думал вот такого типа слова. Я вам хочу сказать, конечно, про свою роль. У нас, конечно, многонациональная республика необыкновенно талантные, необыкновенные, потому как мы не понимаем, что, значит, ссорятся друг с другом. Ну, бывает, по-пьяному делу, вот как-то вот шутят, так сказать, ругаются, как и в семье ругаются, да? А так, чтобы враждовать, там, и так далее. У меня даже была мысль такая, Дагестан сделает другую столовую переговору, где когда-то не вспомнили, какие проблемы, чтобы туда приезжали, и там, в этой атмосфере, так сказать, переговоры. В этой связи хочу напомнить, у нас же много таких вот интересных людей в Дагестане, на плечах которых, как говорится, мы дети развивались. Мы дети развивались, вот, например, папа Батимат Расунгом Затов, мы развивались рядом с такими людьми. Естественно, лучи этого света, о которых вы сейчас, Саша, говорили, что они светлые, я, естественно, воспитывался в этих лучах. Естественно, поэтому, если у меня получилось сохранить себе, летать, а эти лучи, поэтому я очень доволен, что вы так вы сказали. Я очень хотел быть действительно добрым, искренним, искренне считаю достижением. И вообще, в последнее время, когда на все это защита от стресса, вот, проводят какие-то занятия, вот, мы по проездным заданиям, там, с детьми работаем, или вот, сейчас мы ездили с психологами управления по воспитательной работе Минобороны России, ездили на Северный флот. И вот, всех психологов военных готовили к предстоящему подъему пульска, обучали их наукам, сомнегуляции и так далее. Конечно, мы сейчас в воспитательной работе начинаем проводить эти линии, что спасти человека, если Достоевский говорил, может, доброта, мы считаем, доброта, свет, открытость, локоть товарища. То есть, самые человеческие основы, они, оказывается, самые главные, самые нужные. И вот, наверное, это высота тоже для того, чтобы еще раз, еще раз это подтвердить. Надо развивать человеки человеческое. Вот я, чем я хочу. Наш сотрудник Центра защиты от стрессы. Я хотел сказать, что муж самые мужественные врачи, самые умелые, придумав противоядие какое-то, лекарство, испытывает его на себе. И вот это мужество, Хасай, испытать на себе вот то, что придумал. И результат совершенно замечательный. Видите, какой большой остаток? Нет, он всегда беспокоился о том, что безопасен для мест, для всех людей. Потому что самая большая забота – это массовое внедрение. Никого-то там, или нет, особенно дети, там еще кого-то. А чтобы все, каждый российский человек. И вот эта вот забота о том, чтобы это было эффективно, безопасно, промежуточать. Все, его работа, его образы. И вот я хотел бы, если можно, несколько строчек зачитать. Вот то, что мы с Хасайом шеварили, я попробовал в этой выставке некоторое размышление. Я что-то важное, особенное понял, и с этой ношей отправляюсь в путь. И я могу, могу, могу дополнить картину мира, пусть совсем чуть-чуть. Людей я вижу радостные лица, здесь радость среди радных я. А чистый холст, как новая страница в великой и мудрой книге бытия. Я вижу миры, образы и краски, мне все препятствия и стрессы ни по чем. Я подхожу к дворею безопасности. Открою дверь, ведь я иду за ключом. Это не может быть полным, если оно не разделено. И, соответственно, вот это вот общение. Здесь замечательные люди, я не могу сразу всех представить, потому что просто очень много хороших людей. Вот Антон, например, который помогал в кризисных ситуациях создать на компьютере нужный сюжет фотографии. Вот, допустим, в частном данном случае, вот, афишу на этой выставке. Например, ну как он сделал, за одну ночь. Я говорю, Антон, ну вот так надо. Ну, я занятный, и сделал. Молодец. Вот, я очень благодарен. Как у него масса достоинств, я просто не хочу это перечислить. А когда поведем эту выставку в Париж? Раника Оксана, которую я люблю. Говорится, чтобы были здоровы еще сто лет. Я говорю, честно. Мы все в одном причине. Мы все в одном причине. Удивительные здесь люди. Не могу просто охватить, как говорится, вот в этом пространстве и сказать обо всех, но всем безумно благодарен. Вот здесь есть вот Володя, художник, которого... Я говорю, что ты пастель делал. Он говорит, да? Я уже был вылазил, провиск, делал только пастель. Он говорит, да возьми ФЕРИ. Я теперь вам заезап рекламу компании ФЕРИ. Потому что ФЕРИ позвал Россию, начинающую охручку. Я так не думал. Ну, так же, здесь в России... Спасибо вам огромное, что нашли время в наше сложное, суетливое время. Это все занято, закончено. Вот нашли время и пришли. Спасибо вам огромное. Великолопов, психолог, как говорится, один из выдающихся психологов у нас в Москве. Мы дружим и некоторое время назад работали в президентской политике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д共闯 Дics� Добро d bus ДимаTorzok Как говорил русский физиолог Павлов, отдых – это просто другая деятельность. И так постепенно занимаясь параллельными деятельностями, ты все больше и больше черпаешь сил, здоровье и вдохновение. Потому что жить надо с радостью. А то у меня один знакомый говорит, жить надо с радостью, но это как? Это вот лежишь на пляже, жарко, пьешь пиво. Это, говорит, так хорошо, когда, говорит, жарко, и пьешь холодное пиво. Говорит, что я больше лучше ничего не придумывала. Знакомишься с девушками, раздаешь визитки. Это, говорит, так хорошо, но так же все время не бывает. А вот для того, чтобы человек жил долго и был счастливым, он должен быть созидателем. И вот первая книга, которую мы делаем сейчас из серии «Приближение к шедевру», эта книга называется «Свое лицо». Потому что современный культурный человек должен быть и целостным, и многоплановым, и не повторять с собой чьи-либо другие судьбы. Каждый из нас уникален. Эта методика ключ именно для того, чтобы лучше и вполне реализовать свои творческие и созидательные возможности, чем бы вы ни занимались. Все? Все замечательно, но... Нажигай, не работай. Бог-созидатель. Так. Что? Секунду. Бог-созидатель. Стало быть, Бог в человеке – это творчество. Это созидательный подход, который помогает человеку жить с радостью. А чтобы жить с радостью, поскольку талант по природе многолик, и человек должен быть разноплановым. Вот раньше нас так учили заниматься только одним делом и не разбрасываться. Или ты штангист, или шахматист. На самом деле человек должен быть полнокровным. И если он хочет иметь надежный результат в каком-то основном деле, он должен иметь еще много разных хобби, переключаясь на которые он может черпать силы и вдохновение. И вот сейчас я пишу книжку в серии «Приближение к шедевру. Своё лицо». Дабы показать, что каждый человек должен свою жизнь прожить не напрасно, а интересно, полнокровно, с радостью, именно не повторяю чью-либо судьбу. И вот эта методика, ключ, она помогает человеку более полно и шире реализовывать свои созидательные возможности. Чем бы он ни занимался. Что? Понятно. Ты что? Вам уже? Бог в человеке – это творчество. И стало быть, человек… Бог в человеке – это творчество. И стало быть, счастливый человек – это человек-творец. Развитию созидательных начал, чем бы человек ни занимался, как раз-таки посвящен метод ключ. Вот сейчас, например, я делаю новую серию книг, которые называются «Приближение к шедевру». И первая книга называется «Своё лицо». Чтобы человек мог с помощью методики избавляться от штампов, стереотипов мышления, преодолевать психологические барьеры, жизнь с радостью, чем бы вы ни занимались. Например, лично у меня, это как практические примеры, никогда не думал, что буду заниматься живописью. Сейчас занимаюсь живописью. И вот таких видов хобби у человека может быть много. Потому как нас раньше учили заниматься только одним делом, не разбрасываться. На самом деле это чревато. Потому что если вы заняты только одним делом, вдруг у вас какая-то неудача, то она воспринимается как тотальная трагедия. А если у вас еще параллельные виды деятельности, дело для души, вы там черпаете силы, здоровье и вдохновение. И становитесь более полнокровным, целостным. И уже не так, как раньше. Или ты шахматист, или штангист, а ты писатель, ты художник, ты актер, ты врач, ты с детьми работаешь и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда ты занимаешься этой методикой, ты чувствуешь себя уверенным. Вот если раньше что-то делал, все время беспокоился, получится ли, не получится, есть какая-то зажатость, то сейчас я все время чувствую, чем бы я ни занимался, я чувствую, что все получится хорошо, что результат будет хороший. Так? Ты моя музыка. Ты моя музыка. Бог в человеке – это творчество. И стало быть, счастливый человек – это человек, который созидает. Ко всему относится созидательно. Рерих говорил в свое время, если убрать из человека все лишнее и постороннее, что останется? В его сущности остается сегодня делать лучше, чем вчера, а завтра делать лучше, чем сегодня. Стало быть, с таким подходом он и становится более счастливым. Чувствуя ценность живого, оценивая жизнь по результативности, занимаясь разнопланово, становясь цельной личностью, не повторяя собой судьбу другого, именно при таком подходе он чувствует от жизни радость. Сейчас я делаю новую серию книг, которая называется «Приближение к шедевру». Первая книга – это свое лицо. Чтоб человек не повторял судьбу других людей, потому что каждый из нас уникален, каждый человек для нас дорог, важен, нужен, необходим. А раз необходим, стало быть, и его будут любить, и он будет заниматься своим любимым делом. А когда еще за это деньги платят, это и есть полный баланс между внутренним и внешним. И эта методика «Ключ» позволяет человеку более полно развивать свои созидательные качества, чем бы вы ни занимались. Нормально? Лучше не сказать, отмечается. Но? Нет, глаза. Где? Пишем. В наше сумасшедшее и очень сложное время центр защиты от стресса ну просто очень важен и необходим. Потому что в жизни абсолютно каждого человека, даже очень сильного, будь то самый супер-бизнесмен или президент, не говоря уже о массе нормального человека, возникает обязательно в жизни, рано или поздно, возникает такая вот мертвая точка, которая перекрывает человеку всю его дальнейшую жизнь. То есть назовем это стресс. И вот центр защиты, он предполагает давать человеку для выхода из этого стресса такие методики, которые он потом может использовать, изучив их, может использовать самостоятельно. И это очень ценно. Потому что вот, к примеру, если вы ищете какую-то защиту и выход у целителя, допустим, то целитель рано или поздно, и сначала он вам помогает, но потом рано или поздно целитель может заболеть, целитель может уехать. И вы на нем сидели какое-то энное количество времени, как на игле, и когда он исчезает, то человек попадает в еще более сложную ситуацию, которая может просто привести его к гибели. А получая методики центра и используя их для себя уже самостоятельно дома, человек может, использующий эти методики, он уже умеет не допускать какую-то необратимую и гибельную для себя ситуацию, он ее не подпускает близко к себе, он уже чувствует, допустим, приближение к какой-то тяжелой ситуации, невозможности выйти из чего-то. И используя методику, он совершенно приводит себя в гармоничное состояние и тем самым сохраняет и свои силы, потому что без методики он даже своим волевым каким-то импульсом приходил бы к равновесию внутреннему своему очень долго, затратив на это массу сил и времени. И тем самым, особенно люди, у которых под начальством находится множество других людей, и их неудобную ситуацию ставил бы. И тем самым, вот центр просто очень здорово поможет всем желающим людям. И, кроме всего прочего, выводя просто из какой-то сложной ситуации, он поможет человеку, который находится и в хороших условиях, поможет найти в себе какие-то скрытые резервы, открыть в себе возможности, открыть в себе какие-то таланты и использовать. То есть он войдет совершенно в новую ступень. Потому что человек никогда не рисовал. И вдруг он начнет рисовать картины, писать стихи, сочинять музыку. Вдруг увидит, что люди, которых он видел каждый день на протяжении многих лет, они совершенно и не замечал их, а эти люди оказываются совершенно другие. У него появится новый взгляд на уже ранее виденную жизнь и новый взгляд на людей, которых человек знал всю жизнь. Представляете, как здорово. Ты знал соседа, никогда не обращал на него внимания. И вдруг, ну, ты женщина, ты просто влюбляешься в него и у тебя возникает роман и вообще возникает новая жизнь. Так же, как сосед, который никогда не видел определенным взглядом женщину по лестничной площадке, с которой прожил на одной площадке там 15 лет, и вдруг видит, что это совершенно ображительная, умная, обаятельная женщина и в нее влюбляется. Видишь по-другому своих друзей, своих сослуживцев. Видишь по-другому вот те же самые деревья. Ты выходил из подъезда и ничего не видел. И вдруг ты видишь, какие роскошные деревья, как они выросли, какие они зеленые, как прекрасно светит солнце, какая замечательная жизнь. А ты находился в каком-то замкнутом своем таком мире и у тебя был ну так зашорены глаза. А вот методика центра тебе открывает, открывает твою душу на весь этот мир, в котором ты ведь для чего-то родился. И кроме всего прочего, что очень здорово, то, что этот центр научит людей, приходящих сюда, позитивно воспринимать негативные обстоятельства, которые появляются у него в жизни. Понимаете, потому что любой негатив перестает быть негативом, когда ты смотришь на него с позиции счастья. То есть центр научит тебя быть счастливым даже в несчастных обстоятельствах. А это так здорово, потому что нашей жизнью и нашей позитивной жизнью движет счастье. То есть счастье наполняет человека и, знаете, наполняет, 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 а когда оно уже переполняет и ты переполняешься счастьем, то ты это счастье отдаешь окружающим, которым его не хватает. И это вот, ну, это так ценно, когда ты можешь отдать то хорошее и счастливое, что в тебе есть, особенно когда оно лишнее, отдать его. Вот я помню замечательная песня, которая вот, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Замечательно. Вот и центр, вот я считаю, что центр защиты от стресса должен просто взять для тебя девизом вот слова этой песни. Они просто должны быть начертаны над воротами этого центра. И я желаю вам всем, чтобы вас привело в этот центр, привело, потому что вы раскрепоститесь, вы решите свои проблемы, а главное вы решите свои проблемы не потому, что вы сядете на какого-то человека, который будет вас лечить, учить и сядете на него как наркоманы на иглу. Нет, а вы переймете от него методики и сами будете их использовать, подстраивая их под свою психофизическую систему, потому что все люди совершенно разные. И один и тот же метод совершенно вот точно никак не меняя, нельзя применить на массе людей, потому что ну вот одному человеку хорошо тепло, а другому хорошо в той же самой ситуации холодно, да, одному человеку нужно пить много воды, а другого человека много воды это убьет. и вот что хорошо, что дает этот центр, то что он научит вас использовать любую методику исключительно для себя и используя ее максимально, она вас этому научит, она научит вас увидеть себя, понимаете, потому что мы почти все люди, я не знаю, может есть исключение, но почти все люди не видят себя правильно, а те методики, которые дает центр, позволят вам раскрыть себя самому себе, это очень здорово, когда вас не кто-то, не дядя, не тетя откроет, да, не целитель, не врач, а откроет методика, то есть используя методику, вы откроете сами себя, а тем самым вы сможете полноценно жить в этом мире, отдавая себя другим, потому что в принципе я думаю мы рождаемся для того чтобы себя отдать, не для того чтобы взять, а для того чтобы себя отдать, и тогда это будет не зря прожитая жизнь он он чтобы это не Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 методику